Любишь людей и букашек, цветочки и почки, снимать подальше, иногда поближе, ближе, 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 еще ближе. Что ж, у меня есть объектив, который этому может вполне поспособствовать. Проверим. В этом выпуске мы испробуем объектив Canon RF 85mm f2 Macro AS STM для двух типов съемки, портрет и макро. Иногда будет некая комбинация и что-то промежуточное. 85 мм это очень популярное фокусное расстояние для съемки портретов, а надпись макро значит, что подойти можно поближе и еще ближе и еще ближе, пока вы не начнете снимать чью-то душу. Давайте кратко об объективе. Он обеспечивает автофокусировку на расстоянии от 0,35 метра и стабилизацию с компенсацией до 5 ступеней экспозиции. Состоит из 12 элементов в 11 группах. Диафрагма 9 лепестковая, шаговый двигатель STM, максимальное увеличение 0,5, имеет покрытие суперспектра, которое устраняет двоение и блики. Сейчас мы выбрались на улицу с моделью и у нас будет как съемка портрета, так и комбинация общего плана и крупного и почти макро. И для последнего мы надели на модель элементы одежды, чтобы потом показать из чего собран образ. Вообще это очень популярная тема для съемки, особенно для соцсетей, где показываются различные стили одежды, образы и из чего они собраны. Конечно, не всегда для этого нужен именно макрообъектив, но зато с ним при необходимости можно снять что-то очень-очень крупно, если конечно этого требует сам образ. Вот у нас девушка и отчетливо видно, что есть связующий элемент по цвету. В данном случае заколка и часы, которые золотистого цвета. Давайте представим, что у меня есть свой магазин одежды, допустим в инстаграме. И именно для этого данная фотосессия. Что мы делаем? Мы снимаем полностью образ с ног до головы, а вторым снимком более крупно какую-то деталь. Одна или две или больше, это уже по обстоятельствам. Здесь у нас модель в полный рост, а вторым снимком крупно какой-то элемент. Но еще не макро, поскольку здесь частично мы показываем сразу и шарф и заколку. Второй вариант крупнее показывают часы и еще крупнее заколку. Хочу отметить, если бы у нас украшение было очевидно дорогим, с мелкой фактурой, требующей еще более крупного снимка, более макро, то конечно бы я снял еще ближе. Но это самая обычная заколка и обычные часы. Давайте временно забудем, что у нас макрообъектив. Сосредоточимся на портрете и рассмотрим типичную ситуацию, когда солнце безжалостно светит, на модели жуткие тени и с этим нужно что-то делать. Тут несколько вариантов. Для начала я рекомендую брать с собой отражатель, который имеет золотистую, серебристую и белую поверхности. То есть от более жесткого отражения к мягкому. Я буду использовать серебристую поверхность для подсвечения и покажу, что будет если просто прикрыть модель. Итак, вот снимок, где я просто подсветил модель и сбил все контрастные тени. Второй вариант, где я просто закрыл модель от солнца. Да, второй снимок может показаться лучше. Модели комфортнее, поскольку солнце закрыто. Но из-за того, что она оказалась не экспозицию, мы выстроили по ней, и все, что было позади, ушло в пересвет. Конечно, здесь это не критично, но в других ситуациях может быть браком. А первый снимок подсвечен, как мне кажется, жестковато. Поэтому далее я использовал белую поверхность, а модель повернул таким образом, чтобы контровым светом подсвечивались волосы. Это касается тех случаев, когда отражатель не имеет возможности выступить как софт, тем самым смягчая солнечные лучи на просвет. Мы как-то показывали это в одном старом видео, если что, всплывашка сейчас будет в углу. А если у вас нет с собой отражателя, то ищем тень. И, конечно, размещаем модель так, чтобы композиционно все воспринималось легко, и в этом нам поможет чередование линий. И, конечно, в идеале, чтобы задник не ушел уж совсем в пересвет. И снова коснусь туризма. Да, возможно, я этим уже порядка надоел. Но и этот объектив я брал с собой в отпуск. Правда, случаев для съемки было не так много. Это пасека, где довелось снять пчел. Цветы в замке и под самый конец до меня дошло, что можно снимать свою жену и ребенка. Но умная мысль пришла с опозданием. А жаль, ведь объектив отлично размывает задний план и при необходимости человека можно снимать почти где угодно, даже если задник не самый презентабельный. Но давайте все же перейдем к основному назначению этой оптики – макросъемка. Для начала хочется пояснить, что макросъемка – это съемка, при которой изображаемые объекты снимаются в масштабе 1 к 1 или крупнее, но по другой версии в масштабе 1 к 10 и крупнее. Это не я сказал, это в википедии написано. А вообще можно часто увидеть снимки в категории макро, где нет пропорций 1 к 1. Это и к тому, что снимать макро или на макрообъектив – это не всегда значит снимать волоски и усики у муравья. В общем, посыл вы поняли. Итак, мы будем снимать на улице, но диктовать свои условия освещения. И для этого не обязательно уходить куда-то в лес. В этом и есть основная прелесть крупной съемки и макросъемки в частности. С собой я на всякий случай прихватил отражатели, они могут вполне помочь, если нужно что-то подсветить, фонарик, если я хочу создать свою световую схему и сосуд с дозируемым носиком для капель, чтобы делать капли. Очевидно. Итак, какие у меня есть варианты макросъемки? Вот я 20 минут сижу и жду муравья на кончике цветка, который таки меня уважил, но этот снимок разве что для корзины. Слишком много деталей, муравья толком не видно и он еще купой кверху, такое себе позирование. Поэтому давайте начнем с простого, поэтапного улучшения скучных снимков. Вот цветок, блекло, невыразительно, цвет рассеянный, куда и на что смотреть непонятно. Сделаем тривиальные действия и добавим каплю на листок. Все еще скучно и непонятно куда смотреть, даже если снять крупнее. Капля слишком невыразительная. Хорошо, что мы знаем о воде и о каплях, что это линза и она лучше видна в контровом свете. Тогда берем фонарик и создаем такой свет. Фонарик светит ярко, цветок тоже стал светлее. Экспозицию настраиваем по нему, все остальное уходит в тень и уже понятно куда смотреть. А если непонятно, можно снять крупнее. Продолжаем тему капель. Аналогичная манипуляция. Фото с естественным освещением. И фото с фонариком. Плюс такой подсветки, что можно имитировать любое время суток, в зависимости под каким углом вы направите свет. Следующий снимок не супер макро, а вполне себе обычной крупности. Но тут композиционная составляющая и удаление цвета позволяет опять же больше следить за линиями. Еще один плюс фонарика то, что свет часто привлекает летающих насекомых. И можно из какой-то мошки сделать своего рода летучую мышь. Пускай она в размытии, пускай смазана, но дополняет снимок. На момент этой съемки кругом летал тополиный пух. Ставьте лайк, если сейчас в голове прозвучала песня, сами знаете какая. В общем, так пух выглядит сверху. Скучно. Так с уровня земли. Все еще скучновато. Что делаем? Добавляем света. Ищем ракурс, снимаем как есть или ждем гостей насекомых. Можно, конечно, и самому максимально аккуратно положить муравья, но такое, как правило, не приветствуется. Или же ждать, 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 ждать. И возможно не дождаться. Кстати, небольшой лайфхак, если такая ветряная погода и любое дуновение смещает точку фокуса и можно потерять объект. Ставьте камеру на серийную съемку, сфокусируйтесь раз на объект и поставьте мануал. А дальше снимайте серии, немного двигаясь назад и вперед. Так вы имеете больше шансов получить фокус именно в той зоне, где это нужно. А когда от ветра сам объект смещается туда-сюда, то просто стойте на месте и снимайте серию. Но это касается тех случаев, если автофокус на объективе и на камере, ну скажем так, не позволяет полностью им доверять. Я снимал с автофокусом, у меня ничего не соскакивало. Правда, ставил мануал в тех случаях, когда не понимал, на какой зоне хочу, чтобы был фокус. Угадать, что тебе понравится в обычной прогулке сложно. Я много раз проходил мимо этого куста, но именно с макрообъективом капитально залип. Ведь никогда не обращал внимания на то, как некоторые цветки укутаны паутиной. Вроде и красиво, и немного пугает. Думаю, особенно тех, у кого архнофобия. Если же вы снимаете цветы и какую-то композицию, особенно сверху, очень здорово, если все остальные элементы либо обрамляют главный объект, либо чуть темнее. Напомню, что главный объект съемки – это почти всегда самое яркое пятно. И это должно быть первым, на что вы смотрите. Сложно угадать, что тебя зацепит. Лично я был в восторге от этого растения и от цвета, который получился на листьях. Они стали почти синими, хотя я просто поднял контраст. И больше ничего. Возвращаясь к объективу, я не заметил сложности фокусировки или тряски, когда был ветер. Я радую, что компания начинает выпускать оптику по более доступной цене, что позволяет энтузиастам и людям, увлеченным фотографией, открывать мир вокруг себя с новой стороны. А на этом все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, данное видео оказалось интересным, возможно полезным. Как бы то ни было, я узнаю все по оценкам и комментариям. Хоть бы все было хорошо. Напоминаю, что у нас есть соцсети ВК, Фейсбук, Инстаграм, два Телеграм-чата по фото и видео и наш сайт photowebexpo.ru. Заходи и ознакомься. Почему нет? Все. Увидимся в следующих видео. Пока. Продолжение следует...